с чего-то начнем здравствуйте друзья у нас сегодня в студии гость ну представляйтесь вот кто гость тот и представляется меня зовут денис я это блогер в youtube меня можно найти как денис разин и я учусь у михаила уже четвертый месяц 3 точно месяц как вы приехали откуда-то да я приехал я проживаю в сан-франциско вообще сам из украины город донецка школу к нам вы не приезжали вы мнение я здесь жил уже два года и когда я переехал только в сан-франциско я помню написал вам сообщение типа по поводу того чтобы поучиться в школе а вдали что блогеров так да 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 так и было а себе немножко вот откуда вы взялись занимались образование для работы я проживал в городе донецке учился в миссии это макеевский инженера строительная академия на инженера механика закончил после этого работал в страховом бизнесе долго переехал в город киев жил там шесть лет и после этого благополучно переехал в америку так вам лет сколько 34 а тоже большой мальчик ну достаточно ну хорошо важно ладно так в америке то вы уже сколько в америке я чуть скоро четыре года через чем и чем занимались эти четыре первые два года я жил во флориде а там особо не так много в городе орландо а тяжело на за это многие многие назначена в киевест там в таких специальных условиях да в принципе то же самое ну орландо не все-таки на материке знаете там ну более менее да ну жарко там ну конечно жарко химинити достает это влажность да там я работал на разных работах там в основном отельный бизнес и но пока получал документы пока это все прошло получили ну в процессе длинная история а после этого я наверное как и многие ребята устроился на трак катался катался по америке 9 месяцев принципе была цель посетить все штаты и я это делалось да вообще как вообще штаты ничего у нас так страна очень очень хороший я очень доволен что если добре я имею ввиду как посмотреть конечно ну это я по европе перед этим немного поездил и могу сказать что америка не менее интересными зарабатывается хорошо на траке или так когда я работал я зарабатывал на я работал на маленьком трачке на котором можно было в принципе останавливаться чтобы посмотреть город это бокс тракс и можно было и по города я так в этом была и цель как бы чтобы посетить страну в принципе там и блок из-за этого много с собой не увезешь так ну в принципе почему то что тебе нужно для жизни тоннете я беру грузу много не возьмешь они груза до груза там 6 полет влезал а суши так тоже не нет не то что там вот облегка ушка там нет 6 полета 6 полет по русски как полет это называется да так вот по поезда по америке не выбирал принципе когда есть выбирал себе место где жить и мне очень понравилось на франциск а что вот 6 полет это что вот можно там допустим из орланды куда-нибудь в сиэтл виза 6 полет и было они не выгоднее там допустим какой-нибудь большой трак закинуть и чтобы он там смысл в том что такие траки ездят очень быстро они обгоняют сидел людей которые на больших траках ездят и именно в этом смысл этого бизнеса быстрее просто некоторые грузы нужны людям быстрее например мы перевозили когда-то перевозил что-то кстати сан-франциско и вез какую-то оборудование для музыкантов для какой-то группы естественно им нужно это все срочно там прямо на часы было так а что платят значит я тогда заработал что платит и сколько за это нужно работать значит плати я привязь считал математика у меня была такая что около 1100 долларов чистыми были деньги мои за неделю до четыре с половиной тысячи в месяц до чистыми да то есть грубо говоря там 55 грязными а если если чистые 55 чистыми то считай там 1075 грязными ну такого плана да а сколько вы при этом в дороге в дороге все время то есть ты живешь по сути в траке то есть ну я где-то я старался по максимуму то есть цель была заработать быстрее деньги и быстрее уехать из флориды в принципе и я где-то месяц катался например неделю было в орландо и вот так вот но для этого не обязательно жить в орландо вы могли же день там не мог воздевать среди да ну принципе смысл было переезжать если ну хорошо то есть я понял вы так поездили определились чего дальше делать до решили стать там тестировщиком а где вы будете жить тестировщиком а я же я же горе а живу уже два года в сан-франциско тоже нет ни первый день день здесь и принципе за же прижился да мне здесь очень нравится много работа уже здесь поменял работал даже в компании убир самой внутри дни полюбовое всегда да да слушайте но как-то дорого это все очень нет сам процесс как совсем кит сумасшедшие цены на аренду согласен но мне очень если честно повезло я не так много плачу я снимаю студию за 1700 это по местным меркам очень недорого недорого и комнаты у нас это сам франциск даже вот даже по нашим тут нет недорого сан-франциско вообще дороже все по да ну вот приличное место там вот так себе не стреляют там и стреляют регулярно в вестерн эдишен если кто знает хорошо бывшая гетто ладно значит тогда давайте к нашему к вашему каналу у вас там 1012 подписчиков было да 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 так что у вас за тематикой что за аудитория кто эти люди и о чем вы рассказываете почему они вас смотрят значит началось со строков принц ну вообще началось все еще в украине первые ролики снимал там ледуга здесь да здесь здесь все именно а траки началось то что я смотрел когда сам хотел пойти в этот бизнес было буквально пару видео и я думаю вот отличная ниша чтобы начать у меня еще был background в украине немножко на каналах поработал тебе где-то полгода журналистом и был журналистом утренних новостей канал сочиняли новости ну тип того так а мне казалось всегда что вот блогеров которые на траках ездят на их какое-то колоссальное количество один там поет едет так и есть очень большая конкуренция да но когда я был еще была большая конкуренция у людей которые ездили на больших траках но в маленьком не было это была пустая ниша я в принципе занял хорошо то есть есть люди которые интересуются вот таким видом бизнеса вот таким образом жизни да и молодые ребята какие-то до вас смотрят у меня очень разная аудитория но в принципе основная масса это где-то примерно мой возраст 25-45 лет если больше они вас там это мочат там если что ругают но по-разному да конечно есть и хейтеры все все всякие есть выйдет не болит их там хейтеров да я за все время очень демократичная буквально за все время может пять человек забанил окей то есть какие-то тяжелые формы совсем уж тяжелые вообще можно все понятно хорошо значит так они за вас переживают или или вообще или просто это все еще развивалась сейчас сейчас надо есть определенные люди которые прям постоянно каждый ролик смотрят и я уже с ними как я стараюсь комментировать больше случаев свои но комментарии людей общаться более близко с ними да просто снял и забыл а вот у вас скажем за месяц сколько просмотров там набегает но по-разному смотря было такие просто ролики на канале на канале сколько просмотров за месяц это будет более правдиво так давайте посмотрим так какие у вас ударные темы вот что что народ любит смотреть знаете никогда не ясно люди любят смотреть как ты жестко впаде как писать напишите по-русски по-английски сейчас ну-ка нет допишите по-английски да тут там пусть и софи мы тут записываем видео сейчас посмотрим я надеюсь заднем всего где не сразу значит что мы видим про дениса у него миллион 157 тысяч просмотров у него 156 видео подгружено 12800 подписчиков статистика у нас такая что в день нас смотрит примерно 1000 1000 просмотров у нас еще просмотров этот и 27000 в месяц просмотров уже знаю да значит то есть у вас есть дни когда побольше когда поменьше но у нас очень-очень разно теперь от 1000 просмотров в день хорошо ладно это мы поняли теперь у вас какие-то планы есть в отношении канала или просто между делом уже так делаем мы делаем да в принципе особых планов нет то есть я стараюсь просто поставил себе за цель 1 в 1 неделю снимать видео и всегда я стараюсь к видео готовиться и иди ну как бы фишка канала что не снимаю просто там условно как я там сходил в гроз рестор и и так далее какую-то тему готовлю но стараясь сделать немного более профессионально а монтируете тоже проекта монтируя я даю на монтаж в украину бывшим коллегам то есть хороший монтаж более-менее да более даже я то сам я клепаю два в день и как бы у меня на монтаж уже сил нет то есть я могу иногда что-нибудь но вот до сегодня на сегодняшний день вместе видео которые были профессионально смонтировать все время ну ну да потому что я когда вижу какая-то тема она хорошая большая тема есть смысл дать ему вы не страдаете от этого нет ну то есть мы не не за счет монтажа живем как до такой хорошо вот я сегодня с утра там сделал видео увидел думающих часов 2 будет так она всегда и у меня тоже где-то кто-то что-то тему узнал видел кто-то сказал кого-то замите зрители подсказывают темы зрители подсказывают но в основном они какие-то очень специфические темы там с ними проводное поло но я вообще в этом не разбираюсь и не хочу лезть про нет но это узкий интерес да да я вот тут не оказался вовлечен в тему на днях про кредитные карты ко мне с телевидения артеля и читали там они мои последнее время меня постукивают год хочешь поучаствовать чем все время такие темы предлагают где мне надо пойти разобраться сначала потому что я так сходу не скажу да и вот с этими вот кредитными картами кое-чего я отказываюсь но так неожиданно вдруг другой стороны тема хорошего партия это это российский канале израиля он скажем так деньги там газпромовские а как канал вообще наш тутошний ну да он не из нью-йорка да но то среди коллеги там сидит но монтаж например они делают в россии но логично то что там дешевле да так в принципе вся редакционная часть она названа американской понятно вот они когда-то про нас снимали фильм тут был какой-то сериал там типа типа состоявшиеся значит соотечественник я вот попал пока этот сериал шел потому что они обрубились там на 13 14 видео и вот я попал в эти 12 13 14 вот у нас есть на канале тоже там интересно они молодцы хорошо делают по достоинству я думаю попали туда и не в этом дело это же это же всегда там люди начинают искать кого-то находят в интернете начинает там кто согласится но вот мы попали а я поскольку люблю общаться таки давай с ними то же самое да так я заметил что вы что-то там какой-то сюжет сделали про нашу школу да не один даже два а два да но я видел один в этом в начале сюжета вы соскакиваете с какого-то трака или тракторы да это процесс не ездил ездил в парк национально здесь до сих пор там хорошо выскочил из трактора и давай рассказывать про портнов компьютер school что-то там на рассказал а ему там комментарии довольно злобные и в большом количестве пишут вот значит там типа халуистуешь там вот туда-сюда вот я понял что ваша аудитория это не те люди которые за вами там как-то следят в хорошем смысле может быть может быть разные 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 то же самое было с алексеем вот из миннесоты если вы знаете о ком речь есть парень на на стройке работы и он так самозабвенно воспевал американскую стройку да да и и когда он уже в тестеры пошел многие его не поняли они как да что ж такое мы-то тебе со всей душой как приличному человека понимать доверились доверились да и можно сказать смотрели переживали за тебя как ты тут будешь в дерьме копаться и вдруг ты пожалуйста вышел и там золоченых тарелок кушать и это конечно многие не простили ну я я тоже могу подтвердить что самое популярное видео это было про то как я очень жестко впахивал на трех работах здесь сан-франциско как только приехал и прям зашло людям я не знаю почему вообще правда жизни потому что люди обычно снимают и они позитивные сюжеты как он зашел сейф бесплатно угостили курочкой понимаешь вот там на спичечке и друг чак работает но это конечно вот она где право прям очень много работал поначалу здесь было сложно я как переехал я видимо не рассчитал с бюджетом и ну я боялся что пошли тикеты городе женщина сложно а какую работу в этом делали а я в первое время я и уберил я и мувинг делал и я попал тогда в этот стартап который потом стал убером самой компании как ей попал в принципе это был джамбайкс до сих пор они работают фактически вы все это время были искать на колесах да и поэтому на вас еще штрафы до сан-франциско друзья с парковкой ужасно ужасно просто очень строят сейчас перестраивают по центру города я все жду когда же они закончат чтобы посмотреть как это красиво никогда не закончить с нашим мэром прекрасно осваивают осваивают средства очень богатый город да и у нас расслабляют налоги всех наших бадам где-то я уже читал количество туристов дошло до 27 миллионов в год сан-франциско то есть поверить век ну 27 миллионов туристов в год это больше так раз в пять чем например там российской федерации ну например в год в в крыму до всех событий 6 миллионов в год приезжала весь крым надо событий сейчас вы подойдите но это же в основном с украины люди там же они но они же не из европы ехали бесспорно так это как бы локальный туризм но размер размер крыма и размер сан-франциско это немного разные ситуации ну это правда это правда друг друга лишь к ситуации удаленность там от центров но за мировых хорошо так вы чего же заканчиваете что ли уже близ близок к заканчиванию а в какой группе то вы flex так это по вечерам тяжело вечерами учиться тяжело вечерами не засыпает народ там в классе а бывает но но в принципе нет с этим проблем нет то что есть люди у нас полгруппы надо не работает в принципе за и по с детьми сидят да 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 я хочу сказать друзья вот у нас раньше машинки которые там проекторы которые показывают на экран были маломощными ну не то что сейчас сейчас там при свете полном солнечном свете она шпарит так что там никаких проблем а было время когда надо было свет выключать вечером это мы зашторивали если днем уже слепила и вот я помню вот в эти времена так подходишь начнутом свет выключаешь рассказываешь потом включаешь бах его и думаешь насколько спит часто никто кто конкретно спит такой тюк туда и смотришь там кто спит а сейчас не такого у нас нет но мы сейчас не выключаем уже когда выключаешь 10 до требует стимулируешь поспать да ну что же хорошо так все взрослые люди просто хотят спать уезжают они на машине задание делают вообще кто-то да кто-то нет по разному полгруппа думаю делает полгруппа нет но они оптимистичны при этом или как или они вымотанные вот какое состояние ты скажешь там от учителя к учителю на самом деле различается просто еще педагог влияет очень сильно как интересно то есть такие которые будут пробуждают аудиторию ну да просто на которых они не засыпают и который интересно есть так что просто показывают условно слайды и ну с разговором со разговором дозвучивает слайды хорошо вот автоматизация была у вас уже в каком смысле новую занятие по веб-драйверу были повда кто-то или делала python python она преподавала ну автоматизация спада да 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 вот это было очень жестко но это вашем классе куда а что жестко надо было заниматься а нет в плане того что ну как бы достаточно а групп большой объем знаний до на неподготовленную в принципе аудиторию как как я себе представляю но все-таки мы все основном рассчитывается что с нуля то есть ну да да рассчитывается что с нуля но где-то ну и лично моя статистика я так вижу что было десять занятий если не ошибаюсь где-то на на третьем я потерялся все уже все и дальше уже обычно дело на третьем теряются те кто не делает домашнее задание значит ты можешь один урок ты сидишь тебе нормально второй урок ты ты не делал домашнее задание второй урок тебе еще хотя бы понятно более менее о чем речь на этом на третьем ты уже понимаешь что они куда-то ушли и и и их не догнать поэтому четвертый уже ходить не хочется вот но это связано с тем что надо заниматься три урока это вот порог для не для тех кто не делает домашнее задание и автоматизация полностью строится на то что задание надо делать иначе там не будет ничего но другой стороны в нашей системе мы не учим их автоматизации чтобы они пошли тестировать автоматизировано сразу после школы мы все-таки говорим но над какую-то эрудицию иметь это класс для эрудиции потому что наручную наручное тестирование когда дальше на интервью они все равно хотят что-нибудь поспрашивать про автоматизацию тоже бесспорно что-то мы узнали провокаторы проект спас когда автоматизировать когда не автоматизировать там всякие там не в небольшие нюансы и так далее поэтому этот курс конечно в большей степени ознакомительные но есть люди которые как бы с предрасположенности да и с бэкграундом и так далее они после этого курса легко их берут на интерншипы по автоматизации и оттуда уже обычно их там же и оставляют и так далее полностью согласен потому что очень оценили именно эти десять уроков ребята которые у нас попались несколько ребят которые с опытом работы причем по 10 лет есть такие и для них было они почему-то пришли на меню у них перерыв был да почему они пришли нет нет они не перешли они то есть у них видимо они потеряли как-то работу и попали сюда на эти курсы и они с большим опытом работы в тестировании и они почему-то шли на вы пришли на меню у наш курс меню но при этом они хотели получить автоматизация автоматизация что же и да ну вот получится в принципе из автоматизация было только курс или кое-что да кое-что и они очень но потому что когда ты уже с опытом ты хочешь показать что-то чего у тебя еще нет и поэтому когда у тебя ничего нет и пишут меню а когда у тебя уже есть меню сколько бы ты еще не делал меня у тебя резюме от этого лучше не станет а когда ты еще до вот эти люди как раз и получили максимальное удовлетворение ну что же хорошо так план это какие творческие но творческие планы закончить все это дело и попытаться найти в этой профессии себя обобщенный такой план бесспорно хорошо так на конкретном уровне соответственно вы должны закончить сдать там все у меня было на практике лучше пойдете на интернет шип не факт что я пойду потому что пока мне нужно как бы платить белые то зарабатывать вот если допустим интернет шип там скажем на 15 долларов в час а если вы с радостью пошел вызовите его тебя на 15 долларов я могу добить остальное хорошо хорошо ладно то есть просто на бесплатный вот конкретно я знаю что многие попадали бесплатно это но но и 15 долларов час тоже есть довольно это это раз кроме того в сан-франциск у нас обычно никто ехать не хочет у нас основная масса людей они вот тут уж не и для них сан-франциск это очень большое предприятие на машине не поедешь туда это катастрофе каждый день вы какой-то космонавт я стараюсь космонавт вот значит а так в принципе на электричке можно но но в общем то те кто живет цене вы или там mountain view им не хочется в сан-франциско ну никак и даже я вот уже здесь 30 лет практически живу если раньше мы в сан-франциско я садился за руль там через час был сан-франциско я сейчас не поеду потому что это было как в часы в определенные это минимум два часа минимум два часа и это такое напряжение страшное там втискиваешься в ползаешь в люди господи боже мой уже прямо это потому что я я мне полегче то что я еду против потока все время и мне легче немножко я за час 15 добираюсь сюда и назад за 40 мне кажется когда еду в сан-франциско я всегда в потоке как никак не поезжая все хреново ну может быть да то что я не с утра на работа я еду как бы по делам ты немножко позже ну что же хорошо давайте тогда мы нашим зрителям что скажем по поводу чего по поводу школы нет по поводу сказать приходите к нам на канал приходите что вы им сейчас рассказываете о чем у вас сейчас тема тематика тематика у меня разная каждые путешествия разное а разным но вы снова последний там скажем месяц другой что последний месяц другой я снимал например про политику снимал то что это очень популярно сейчас в америке импичмент и все остальное снимал видео про путешествие в лас-вегас про про разное смотрят в лас-вегас конечно а про импичмент тоже интересно а меньше ну что же хорошо давайте-то у нас такая традиция что мы так машем ручкой всем говорим до скорых встреч до скорых встреч ребята